Ну а у нас уже в гостях организатор тренингов, координатор лидерских программ Марина Тульчина. Марина, привет! Привет, Вова! Марина, расскажи, пожалуйста, вот о том, какие тренинги ты координируешь и что за лидерские программы такие? Ну, это тренинги личностного роста, да, как сейчас модно говорить, вот, то есть люди приходят, проходят этот продукт и потом, естественно, работают со своими целями. И цели могут быть как в личной жизни, так и, ну, с какими-то деньгами связаны. Слушай, ну есть такой основной момент, который, мне кажется, с которым сталкиваются все пары. Это когда девушка как-то и что-то просит у мужчины. И вот мы сегодня уже анонсировали нашим зрителям, что мы будем сегодня общаться на тему, как девушки правильно просить у мужчины. Вот вопрос сразу у меня лично первый возникает, а что можно как-то неправильно просить? Ник, слушай, ну, тут я, наверное, отвечу тебе чуть-чуть по-другому. Можно не просить. А, вот так. Вот, да. И это, на самом деле, очень большая такая, ну, проблема, да, когда у женщин работает такое клише, что мужчина должен. И что бы она ему ни сказала, это превращается сразу в какую-то либо претензию, либо предъяву, либо там просто, ну, что-то вот такое вот, да, там, монстр какой-то включается. И для мужчины это не выглядит как просьба, это выглядит как что-то непонятное, что не хочется слушать и вообще закрыться и уйти, вот. Вот, поэтому, ну, самое важное, на самом деле, действительно научиться просить, ведь когда ты подходишь к человеку, и, допустим, вот я тебе говорю, Вов, слушай, мне было бы так приятно, если бы ты остался со мной после эфира и помог мне, не знаю, там, с какой-нибудь речью, да? Сразу захотелось помочь. Да, да. Все, да? Что он говорит? Вот, ну, то есть вот главная фишка, наверное, в этом все-таки научиться просить и делать это. Получается, в первую очередь, чтобы правильно просить, девушке нужно просто просить. Да, да. А не пытаться сделать так, чтобы мужчина додумал за тебя, да? Да, да, сначала, конечно, научиться просить. Ну, а самый такой второй шаг, наверное, тоже по сложности на втором месте, да, это принимать отказ. Это же тоже сразу срабатывает. Почему женщины не просят, почему они боятся попросить, а вдруг он откажет? А если он откажет, значит, это я какая-то не такая, что-то там у меня, я некрасивая, неумная или не любит меня. А, возможно, такой вариант, что, не знаю, ну, пара, да, там, мужчина сидит, смотрит телевизор, и он все, он там в футболе, не знаю, там, в баскетболе. Да, и она проходит что-то там, просит, и он ей такой, да, 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 да. Все, он даже не слышал ее, а женщина, значит, запомнила, он не сделал, и все, она уже потом обиделась. Зуб точно сидит. Да, то есть надо учиться принимать отказ, ну, и, конечно, помимо просто, да, того, что человек может быть занят, ну, каждый имеет право отказать. Ну, да, может не хотеть даже элементарно. Может не хотеть, действительно, вот, ну, мало ли какие причины, и к отказу тоже нужно быть готовой. Девушка, если все-таки решила попросить своего мужчину о чем-либо, и есть ли разница между, например, безделушкой какой-то, я не знаю, ну, там, купи мне, пожалуйста, апельсинку, или машиной, допустим, это же разного номинала подарки, есть ли какая-то разница, как просить, это или это? Да, на самом деле нет вообще никакой разницы, нужно просто взять и попросить, вот. Хитрых техник никаких нет? Вообще никаких нет, да. То есть не будет сейчас секретов? Да, все ждут что-то, вот сейчас вот. Я на этот, вот этот курс посмотрю, как вот просить, как вдохновлять, еще раз. Да нет, просто, если этот человек уже с тобой, вы строите отношения, блин, да он тебя любит, значит, и он готов тебя делать счастливой, да, ну, то есть, ну, если ты, конечно, с другим человеком живешь, ну, тут другой вопрос, зачем тебе это нужно, вот, и все, и ты просто подходишь и просишь. И понятное дело, что если там твой мужчина зарабатывает там 50 тысяч, ты к нему подходишь и говоришь, милый, я так мечтаю о Лексусе последней модели, ну, вряд ли, да, то есть, ну, скорее всего, он почувствует некомфортность себя в этой ситуации. Вот, но если ты знаешь, что твой мужчина нормально зарабатывает, может себе позволить, ты просто подходишь к нему и говоришь, милый, мне так понравилось, не знаю, там, вот эта шуба, вот эта машина, я так это хочу, мне было бы так приятно, если бы ты мне это подарил. Все, и если он в этот момент не смотрит футбол, не работает, он тебя услышал, ну, я думаю, процентов там 80, что он точно это купит. Слушай, бывает очень часто такое, даже вот у нас дома бывает такое, и Ника говорит, вообще-то я тебя просила, я такой говорю, когда? Когда я смотрел телевизор, да? Ну, типа сидишь-то в телефоне что-то там, вот, Ника даже бывает, что-то мне говорит, Вова, 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 понятно. Да, 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 настолько в работе человек. Смотри, есть девушки, которые получают что-то, даже не прося, а есть девушки, которые просят и им ничего не дают. С чем это связано? Ну, я не буду говорить за всех, да, я такие основные критерии возьму. Смотри, мужчина рад, когда? Когда оценили, наверное, его? Конечно, когда ты что-то получил, какие-то эмоции, приятно, там, спасибо, да, элементарное, там девушка бегает, прыгает. У нас была ситуация, я не буду нарушать конфиденциальность, да, там, говорить, ну, вот мужчина подарил жене очень дорогую шубу, и он сидит и бесится, говорит, ты почему ее не носишь, да, ты почему, почему, я тебе купила, она там столько стоит, она говорит, а куда мне ее носить, с детьми, что ли, в детском садике гулять, ну, в детских садиках водить? Он говорит, да какая разница, то есть он потратил кучу денег, принес ей эту шубу, она, значит, в шкафчик убрала, и все, и не носит ее, и он сидит, он не понимает, как так можно, да, а она говорит, а мне что, вот шубу надеть и прыгать возле тебя вот здесь вот, и говорить, о, боже, спасибо, спасибо, как я довольна, он сидит, да, не просто, тут его порвало. То есть, конечно, мужчина всегда ждет какой-то реакции, и вот каким женщинам чаще, да, вот эти вот подарки делают, какие-то сюрпризы, что-то там, конечно. Вот очень распространенная модель поведения, ну, и, возможно, она действительно имеет место быть, когда девушка думает, вот я сейчас сделаю то, что хочу от него получить, и он сделает это для меня. Например, ну, так часто бывает со временем проведенным, например, девушка хочет, чтобы там, или с подарками тоже. С подарками, да. Девушка хочет, чтобы мужчина ей дарил подарки, она ему сама там какие-то подарочки дарит, и хочет получить от него назад это. Это нормально, или это ошибочно? Это вообще не работает. Ну, это вообще, это схема абсолютно нерабочая. Это как примерно сидеть вот так вот рядом с тобой, вот так вот листать журнал, и ты догадаешься, что там девушка смотрит, сколько она стоит, где продается. Вот, это примерно та же схема. Ну, я же тебе намекала. Да, 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 но я же тебе, ну, когда, конечно, когда женщина все это делает, мужчине приятно, но мужчины, они устроены, у них мозг абсолютно по-другому устроен. Они, как бы, логично в своих действиях, они не додумывают там что-то, и если ты хочешь время, чтобы человек с тобой провел, так и скажи. Я хочу провести с тобой время, там, я соскучилась, я хочу с тобой сходить в кино, еще что-то. А вот эта вот схема, ну, это вот ровно, мужчина будет сидеть довольный, такой, о, классно. Ну, допустим, девушка просит у своего мужчины, и он начинает что-то для нее делать. Мужчина чувствует, что, ого, я нужен в этих отношениях, я сильный, я могу там, допустим, для нее что-то сделать. Он начинает, допустим, развиваться, расти, находит какую-то, я сейчас просто цепочку такую придумаю, находит какую-то более там высокооплачиваемую работу. Она там в этот момент его просит еще о чем-то. А, все, я поняла. Да, теперь понятно, я тоже до этого... Да, да, вот как-то вот это влияет, ну, есть такое? Ну, это не взаимосвязанные обычные вещи, потому что мужчина, в принципе, любит быть мужчиной, да, и если ему нравится девушка, женщина, то так или иначе, если она его будет что-то просить, он будет стараться, конечно, для нее делать. Но, вот именно мысль, там, развиваться, что-то делать, там, зарабатывать больше денег, допустим, да, ну, это не зависит от того, просит девушка или нет. Это зависит изначально от позиции, нужны эти отношения мужчине или не нужны. Вот, это как бы, ну, абсолютно вообще не связанные вещи, и тут сложно провести, ну, какую-то параллель. Следующий вопрос у нас связан с мужчинами скупыми. Ну, есть такие мужчины, которые, ну, вот у них с детства так повелось, что, может быть, там, в семье никто ничего не дарил. Вот можно ли такого мужчину изменить с какими-то вот такими просьбами? Или, возможно, наоборот, к такому мужчине подойдет девушка и скажет, милый, я там хотел бы, чтобы ты мне помог, не знаю, пойти на новые курсы. Я так хочу для наших отношений делать что-то новое. А он вообще отреагирует на это очень странно. У нас, по сути, есть такие примеры, даже, например, с недавними курсами, вот, которые, да, на которых ты была. У нас есть знакомая, которая так подошла к мужчине, он негативно отреагировал. Ну, тут негативная реакция может быть по-разному. Мы сейчас говорим, если именно мужчина воспитан, да, так, ну, вот. Да, 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 у него такая... Не нужно ничего менять, он такой. Ну, то есть, ты можешь просто продолжать. Это, опять же, это ничего не говорит о тебе, да, как о женщине. Это не характеризует его как хорошего там или плохого человека. Просто нужно понять, что он такой. Но, опять же, говорю, вот эта цепочка, боюсь принять отказ, обиделась на отказ, все, я не такая. Она, к сожалению, работает очень сильно так в головах женщин. Просто нужно принять, понять, что человек такой, он так воспитан. Дело не в тебе. Ты можешь просто продолжать его дальше просить. Ну, так или иначе, он же все равно что-то делает. Он же не на все просьбы говорит, нет. Иначе, я думаю, женщина не была бы с таким мужчиной. Ну, да, тогда зачем тогда такие женщины? Ну, да. Смотри, хорошо, тогда еще один пример разберу мужчины. Вот бывает такое, что на начальных стадиях мужчина, ну, вот этот конфетный букетный период, он отдает очень много, дарит разные подарки, а потом в какой-то момент... И перестала. Как будто бы тумблер выключили. Что с этим делать и почему так происходит? Ну, смотри. Мы сейчас говорим о той ситуации, когда отношения дальше продолжаются. Да, да, да. Ага. Ну, все, перестал казаться быть хорошим. Перестал вот эту вот... Иллюзию создавать. Иллюзию создавать, да, начались отношения. И, собственно, вот она. Реальность. Здравствуй, реальность. И вот так вот теперь вот будет. И все. И я расслабился, я добился. Это, опять же, это не плохо и не хорошо. Вот. В таких ситуациях, ну, допустим, я сразу такая, можно рекомендацию, да? В таких ситуациях вообще, когда вот начинается конфетно-букетный период, как раз очень важно доносить свои желания и мысли. То есть девушки, вот допустим, собрались вы куда-то в ресторан или в кино. Но попроси молодого человека, ну, заехать за тобой. Если он не может заехать, там, вызвать такси, просто попроси. Минимальные какие-то вещи. Начните договариваться, ну, о том, в какой ресторан, да, вы пойдете, а то многие думают, ой, он сам выбрал ресторан, ой, я ничего не решаю. Как классно, как романтично. Да нет, ну, а где тут человеческие договоренности и отношения, да? То есть если ты дальше с этим человеком хочешь что-то строить, как без этого? Вот, и на вот этих первоначальных этапах, когда создается эта иллюзия, женщина такая смотрит этими глазами, влюбленными вообще, даже не рядом с реальностью, ей так все круто, классно, а потом, собственно, получите. У меня появился такой вопрос, вот ты как раз рассказывала, у меня есть знакомая пара. И девушка просит своего мужчину о каких-либо мелочах, либо каких-то крупных вещах. Причем это не касается материального мира, а может быть просто какие-то просьбы, например, чтобы он ей помог. И он ей на это говорит, ты почему такая несамостоятельная, неответственная? Делай сама, вот то, что хочешь, делай сама. А вдруг меня не было бы? И вот как на это реагировать? Ну, смотря что она его просит, смотря как просит. Смотри. Вот, допустим, вот как ты сказала, милый, а можешь довезти меня до ресторана? Вот прям я почему и вспомнила. Допустим, она его так попросила, он сказал, нет, сама доедет. И вот какие-то такие моменты. То есть он думает, что если... Он считает, что он ее таким образом на шею посадит, и она вообще перестанет что-либо делать. Ну, тут, видишь, нужно смотреть именно в саму ситуацию, да. Во-первых, бывают такие ситуации, когда мужчина реально много работает, зарабатывает хорошие деньги, сильно занят, да, ну, и ему действительно не до этого. То есть он такой брутал, там, покоритель мира, да, да. Вот, и когда она ему это говорит, у него, типа, там, несостыковка, ты что, несамостоятельная? Ну, вроде как деньги есть, все есть, да, вызови себе такси. Вот, но тут очень важный момент, что если такой, допустим, мужчина, то сказать, милый, мне было бы так приятно, вот, ну, вот, чтобы ты это сделал. И вот донести мысль, что именно вот это какая-то забота, да, приятность. То есть донести мысль. Он не будет реагировать, конечно, милая, я все понял. Нет, он останется таким же бруталом. Но он как бы, ну, ради того, что любит эту женщину и хочет ей сделать хорошо, то, конечно, он ее может забрать. Марин, давай тогда я с точки зрения мужчин спрошу. Как правильно мужчинам просить у девушек? Давай, интересный вопрос. Ну, смотри, ну, реальный мир, да, он такой, работают и мужчины, и женщины, да, и женщины хотят, чтобы вот мужчина что-то должен, а он никак не должен, потому что все равны уже давно, да, ну, как бы не равны, вот. И, короче, в голове каша полнейшая, и тут вот мужчина подходит и начинает что-то просить у женщины. Ну, во-первых, для мужчины это сложно, попросить что-то у женщины, потому что там, ну, брутал, конечно, самец, покоритель, да, и сразу все, несостыковка. Но для того, чтобы попросить у женщины, ну, в современном мире без этого вообще не обойдешься, ну, потому что, говорю, мы уже как будто бы равны, вот. И нужно просто подходить с момента именно договоренности. Это сложно, потому что вот это клише, вот этот стереотип, да, что мужчина не должен просить, он весь такой там, ну, сейчас спасибо феминисткам, мы живем в другом мире, да, мы отстояли, вот. И это абсолютно нормально подойти и начать договариваться, и просто описать проблему, как она есть, да. Вот давай пример какой-то. Ну, типа, я не справляюсь, кажется, я не успеваю, пожалуйста, погладь мне рубашку. Ты видела, да, этот камень? Так, да-да-да, такой, чик. Ну, это сегодняшний пример, прям конкретно сегодняшнего дня. Ну, типа, я вот Нике говорю, Ник, я, кажется, не успеваю, можешь, пожалуйста, погладить рубашку? Вот. Ну, Нико погладила? Да. Все, отлично. Видишь, просто попросить. Ну, то есть, я не успеваю, погладь, пожалуйста, мне рубашку. Ну, ты же, в принципе, можешь сказать так же, слушай, Ник, мне было бы приятно, если бы ты погладила, ну, гладила мне рубашки постоянно. Вот, все. То есть, это для тебя какая-то забота? Да, да, да. Так и сказать, Ник, мне так приятно, когда ты обо мне заботишься, и вот углаженные рубашки, это прям для меня вообще топчик. И Ник такая сразу, ой, ну, ладно, я буду гладить эти рубашки. Чувствуется важность и нужность. Да, ну, то есть, мужчинам тоже важно это проговаривать. Самое, вообще, самое банальное, что никогда не работает, всегда сложно работать в построении отношений, разговаривать, говорить. Вот. И наш мозг делает так, что он додумывает стереотипы, клише, книжки, фильмы, там еще и кучу-кучу всего. А у нас есть прекрасный инструмент. Это речь и род, да, которыми можно пользоваться. И это вообще, это работает всегда безотказно. Марина, слушай, ну, мне кажется, мы разобрали тему достаточно сполна. Я получила для себя какие-то моменты. Вова тоже что-то узнала там с мужской точки зрения. Есть ли у тебя напутствие, допустим, нашим телезрителям, парам? Можно же, например, говорить не обязательно про пары. Мы можем затронуть, например, контекст работодателей, да, допустим, как просить у работодателей, как просить, например, у своих детей. Просьба – это же не обязательно только от мужчин и к женщинам. Есть ли у тебя что-то сказать нашим телезрителям? Да, ну, наверное, хотелось бы сказать, что на самом деле то, о чем мы сегодня говорили, это такие какие-то общие вещи. Ну, рецептов, в общем, нет правильных. Можно брать что-то, пробовать, пользоваться, но всегда нужно смотреть именно на свою ситуацию, развиваться, читать книжки, ходить на обучающие курсы и так далее, и так далее. Потому что, к сожалению, в этой жизни рецептов, которые работают везде безотказно, нет. И к сожалению, и к счастью. И к счастью, да. Я думаю, что это было сполна. Спасибо тебе большое, Марина. У нас сегодня в гостях была Марина Тульчина, организатор тренингов и координатор лидерских программ. Спасибо.